перед монтажом поршня на шатун проверяем отверстие под палец чтобы не было эллипса вот в вертикальном положении проверяем три сотки и в горизонтальном три сотки на 90 градусов поворачиваем значит относительно натяга минимум палец отверстия должна быть сотка здесь две сотки у нас значит палец не вылезет палец не вылезет теперь теперь меряем нижнюю шейку шатуна не шейку а отверстие штуна вот здесь монтажный размер относительно значит отверстие 51 34 51 34 меряем значит вертикально меряем 0 и здесь 0 выставляем зазор вот по микрометру поэтому 51 34 и замеряем этот шатун не будет подклинивать все по нолям новенький новый шатун потому что тот шатун у нас мы предыдущем мерили его там пять соток эллипса в верхней головке шатуна ну новое шатуны вот мы взяли два из них только один выбрали новый шатун это еще не значит что он хороший обязательно новые шатун и нужно проверять дальше кольца поршневые каждое кольцо подгоняется под свой цилиндр верхнее кольцо она испытывает большую температуру и недостаточную смазку по сравнению с другими поэтому его поверхность сделано бочкообразной чтобы лучше притерлась и покрыта хромом наружная поверхность такой поршни харьковские три уже зашиты углубленные при обрыве ремня поршни не встретятся с клапанами один шатун я покажу перепрошивается здесь заглушки уже произведена замена заглушек и передняя ну и с той стороны при монтаже значит стрелка обозначает вперед наперед и углубление справа находятся на поршне а эти замки на шатуне до укладышей находятся с левой стороны вот в этом положении шатун смонтирован с поршнем правильно потому что палец немного смещен и только в таком положении чтобы не было биение аж стенки цилиндров палец смещен вот такие вот дела кольца ставим монтируем значит сначала ставим маслосъемное кольцо замок пружины маслосъемной маслосъемном кольце переворачиваем на 180 градусов теперь монтируем само кольцо на кольце обозначение вверх ну у нас есть монтажное приспособление я уже привык руками ставить а монтажное приспособление я вам сейчас покажу вот кольцо вот здесь замок ставится и ставится на поршень и кольцо на месте пробуем прокручивать чтобы не в канавках не заедали иначе кольцо заляжет кольцо поправляем потому что зазор регулировался отфельком заусенцы снимаем после проточки под зазор иначе будет тоже заедать и ставим верхнее компрессионное кольцо вот раз и оно на месте все кольца теперь смазываем маслом поршень пальцы изначально мажем маслом вот вставляем вкладыши покажи масло как палится сзади масло вот вытачки для смазки пальца мы сюда загоняем масло вот и с этой стороны тоже есть внутри я тоже чтобы быстрее проникала не с этой стороны ну а кольца буду смазывать и поршень в рукавицах даем вкладыш протираем его чистой тряпочкой смазываем смазываем поршень и кольца пальцы у нас уже предварительно смазаны равномерно и прикручиваем кольца чтобы нигде не заедало и чтобы попала смазка между кольцами и поршнем теперь ставим как мы будем ставить его значит вот наперед стрелка ставим первое кольцо верхняя компрессионная относительно пальца не доходя второе компрессионное кольцо прокручиваем тоже не доходя пальца и маслосъемное кольцо тоже не доходя пальца ставим второе компрессионное кольцо как бы перекрывает нам третье от первого замка в этом положении мы берем туху туха у нас тоже смазанная опускаем плавненько заходим и опускаем прокручиваем коленвал чтобы находились шейки коленвала внизу и аккуратненько молотком ручкой молотка опускаем поршень вниз до упора и поршень на месте мы уже знаем что никакие там скобы не зажимы ничего это туха сделано точно по размеру вот а группы до е поршень на месте переворачиваем мы убеждены что кольца целые и не всякие там шестянки плоскогубцами нам не нужны ставим теперь крышку шатуна вкладыш замок ставим по месту смазываем смазываем немножко шейку коленвала и ставим в каком положении ставим замок на шатуне с крышкой шатуна замке смещаем не смещаем а совмещаем вот и затягиваем гайки должны вот проблески где они были на шатуне вот этой стороной ставим чтобы либо уже она хоть немножко все равно потянута в одну сторону в этом положении ставим предварительно перед динамометрическим ключом оттягиваем чтобы быстрее было теперь головку ставим динамометрический ключ и ставим на тяг 5.7 вот на динамометрическом ключе 5 и 7 вот здесь вот 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 теперь плечом пробуем прокручивать коленвал должен он крутится без всяких заеданий его равномерно ходит отлично ставим вниз переворачиваем и будем монтировать